Сборная Польши дома в товарищеском матче победила Турцию 2-1. Поляки на 12-й минуте вышли вперед благодаря голу Кароля Свидерски. Празднуя гол, футболист оступился и подвернул ногу. После этого его заменили. Из-за травмы Свидерски может пропустить Евро. Кроме того, повреждение получил и Роберт Ливандовский. Его заменили на 33-й минуте. Турция отыгралась на 77-й, отличился Борис Елмас. Победный гол забил Никола Залевский на 90-й минуте. Голландцы на своем поле обыграли Исландию с крупным счетом 4-0. Победу команде Рональда Кумана принесли голы Хави Симмонса, Ван Дейка, Дониэла Малена и Вуте Векхорста. Еще одна новость про польского футболиста. Аль Наср достиг договоренности о трансфере вратаря Ювентуса в войсах исчезный, утверждает The Athletic. По данным источника, клуб из Саудовской Аравии согласовал условия контракта с 34-летним поляком, который будет зарабатывать 19 миллионов евро в год. Ожидается, что сделка будет завершена до начала евро. Честно выступает за Ивентус с июля 2017 года. В сезоне 23-24 голкипер пропустил 30 голов в 35 матчах за команду и отыграл 15 встреч на ноль. Итальянский теннисист Янник Синер получил кубок первой ракетки мира. В понедельник трофей 22-летнему итальянцу вручил глава ATP Андреа Гауденци. Синер возглавил обновленный рейтинг ATP 10 июня. Теннисист опередил серба Новака Джоковича, который опустился на третье место. Вторым стал испанец Карлос Алькарас. Реал не поедет на обновленный клубный чемпионат мира. Об этом сообщил Анчелотти. Один матч Реала приносит 20 миллионов евро, а они хотят заплатить нам столько за весь турнир. Нет уж. Но Реал затем опроверг слова Анчелотти. Мадридцы выпустили официальное заявление. Карл же кратко объяснился. В интервью мои слова были истолкованы не так, как я предполагал. Ну да, ну да. Видимо, просто сторговались. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok